Уже в субботу корабль причалит к Ярославской пристани. Наш земляк, исполнитель одной из главных ролей в сериале, Роман Курцин, масштабно и феерично отметит свое 30-летие. Вместе со своими коллегами, каскадерами из театра Ярфильм, молодой актер подготовил для зрителей увлекательное шоу, полноправными участниками которого будут не только трюкачи. Нормально себя чувствую? Как вроде-то нет. Вот хочет уже кусаться. Специально для шоу я приобрел вот такую замечательную змею. Моноклевая кобра-альбинос. На сцене такие красавицы еще не выступали. И это не единственный эксклюзив предстоящего вечера. На свой день рождения Роман Курцин пригласил популярных актеров кино и сериалов. Около 50 актеров. Саша Соколовский из «Молодежки», Лена Летучая, ревизор, известная нам всем, Дорогов из шести кадров. Саша Петров, форца сейчас на Первом канале, у него главная роль и закон каменных джунглей. Очень много актеров приедет. Настя Болякина из 80-х. Мы ждем прям большое-большое скопление медийных лиц в нашем городе. Коллеги по цеху, вероятно, готовят сюрпризы и поздравления юбиляру. О них мы узнаем только в субботу вечером. А спортсмены из театра каскадеров отрабатывают приемы и наносят последние штрихи предстоящего выступления. Зрители увидят цирковые и кинотрюки в стереоформате. «Юрка у нас монстр, монстр просто. Все сложнейшие трюки делает именно вот». Здесь зритель смотрит на все. Если в кино там крупники больше, там общий план где-то секундный, то здесь общий план постоянный. Ты смотришь, куда хочешь. Хочешь, сюда посмотрел, сюда. Здесь полетел, здесь взорвалось. 4D. Обмен эмоциями будет взаимным. По окончании шоу запланировано общение со зрителями. Роман готов ответить и на главный вопрос – доплывет ли корабль до земли. «Все будет зависеть от того, насколько популярный наш проект будет и какие будут рейтинги. От этого будет зависеть, будет продолжение или нет. Все зависит от зрителя. Финал второго сезона будет открыт». Так что поклонникам сериала предстоит помучаться в неведении. А корабль подплывает к зрителю. Уже на горизонте показались паруса. Ирина Майкова, Александр Рябков.